Здравствуйте, меня зовут Сергей Левин и в этом ролике я постараюсь вам рассказать, как можно настроить свежеустановленную операционную систему X-Ubuntu 1204. Уделю большое внимание внешнему виду, но без фанатизма. Запустим виртуальную машину. В которой у нас будет работать операционная система. Выполняем вход. Ожидаем. Какая неприятность может нас поджидать сразу после установки? Это отсутствие звука. В чем она проявляется? Вот здесь мы видим значок не с полукругами, или как тут, сегментами, а с двумя минусами. Вот такими. Изначально может оказаться, что после установки звук выключен. В этом случае мы подходим сюда, нажимая включить звук. Ну это такая мелочь вроде бы. Ну неприятно. Так, нам в первую очередь нужно обновить программы, которые мы установили. Потому что у меня, например, прошло некоторое время с последней установки. Но вообще говоря, это очень неплохой повод показать некоторые нюансы. Изначально подключены не все компоненты хранилища, которые нам нужны. Хранилище это то место, где находятся программы Ubuntu, Xubuntu. В общем, много вариантов, которые заканчиваются на Ubuntu или Ubuntu, отличаются в основном внешним видом и набором предустановленных приложений. Вот это хранилище нам надо как раз подключить так, как нам надо. Сейчас мы это увидим. Заодно покажу, почему пользуюсь не центром приложений, а другой программой для работы. Запускаем менеджер пакетов Synaptic. Если вам нужна программа на рабочем столе, то можно достаточно просто утянуть ее из меню. Вот я сейчас это и покажу. Нажимаем левую кнопку мыши, держим. Тянем чуть-чуть в сторону, горизонтально. А теперь просто подводим, куда хотим. Но пусть вас это не удивляет. В большинстве случаев картинка появится где-то в другом месте. Но ее можно будет спокойно перетянуть, куда хотите. Ладно. А мы займемся. Дважды щелкнем. Требует администраторский пароль. Нажимаем здесь что. Ну, видите, я нажимаю закрыть. Поскольку птичку здесь я не выбираю, то это окно в следующий раз не появится. Закрыть. Нажимаем плюсик. Окно разворачивается. Идем по настройкам. Параметры. Я показываю, что я выбрал для себя. Если вы разберетесь, вы можете сделать так, как будет удобно вам. Но так как выбираю я, хуже от этого не будет. Мне, например, удобно размер загружаемых файлов видеть. Я показываю, просто чтобы вы видели, что я выбрал. Окей. При нажатии окей будет закрыто окно и применены изменения. Если нажму применить, окно останется незакрытым. И мы можем что-то еще поменять. Репозитории. Это части общего хранилища. Для нас важно выбрать то, что нам надо. В нашем случае мы пробежимся здесь и выберем здесь партнеры Каноникал. Дальше. Обновление. Проверяем. Если у вас стоят вот эти птички как-то по-другому, сделайте так, как у меня. Вот варианты. я нажму отправлять статистику. возможно это положительно повлияет на следующие варианты операционных систем из ряда Ubuntu. Если вы скрытный человек, то можете, конечно, здесь эту птичку не ставить. Нажимаем закрыть. Что еще может интересовать? Можно внешний вид этой программы изменить. Например, поставить только значки. И у нас вот здесь все надписи исчезли. Но остались значки. Надо. Опять поменяли. Так как надо. Вот так, например, можно сделать. Так даже может многим быть удобно. Что у нас следующим идет? Заходим. Нет, не сюда. Прошу прощения. Это обновить списки на данном компьютере скачав их с сервера. Вам желательно, чтобы было быстрое соединение с интернетом. Потому что иначе это будет долго. скорость лучше всего не менее 256 килобит. А вообще лучше мегабит и более. Нажимаю обновить. если загрузка затянется или будет что-то неинтересное и долгое, вы это увидите в сокращенном варианте. обновление. Нам уже пишут, что доступно 4 обновления. Отметить все. Это значит отметить все обновления, которые доступны. Которые доступны нам будут. нажимаем вот нам показывают список. Нажимаем применить. Теперь применить выполнит загрузку и установку. потому что мы так задали. Если бы мы задали по-другому то могла быть выполнена только загрузка или еще что-то. Либо автоматически обновления были скачаны и установлены при определенных условиях. Показать подробности. Это нам показывают некоторые дополнительные сведения. Например, вот у нас было название общее. EWINTS или EWINTS не знаю как точно. А здесь более подробные сведения. Нажимаем применить и приступаем к обновлению. Более укороченная версия программы обновления содержится под именем менеджер обновлений. там просто меньше действий. Изменения применены. Нажимаем закрыть. Ну пока мы не видим ничего полезного по сравнению с другими программами для обновления. Но сейчас я кое-что покажу. У нас есть что? Веб-браузер Firefox. Мы можем выбрать его из меню. А можем опустить мышку вниз указатель и выбрать здесь вариант что тот что тот приведет к одному и тому же действию. Здесь я перейду на свою страницу в интернете и скачаю один хитрый файл. На самом деле ничего хитрого это не вирус это список программ которые я планирую доустановить для более комфортной работы. это не все файлы которые возможно скачать с серверов Ubuntu это очень небольшая часть того что например удобнее мне использовать возможно вам оно тоже будет полезным так вот сейчас нам потребуется вот этот файл правую кнопку мыши нажимаем сохранить объект по умолчанию домашний каталог под каталог загрузки нас устроит нажимаем сохранить файлы загружены выходим из программы Firefox теперь возвращаемся менеджеру пакетов который у нас не был закрыт а был как называется минимизирован то есть мы его спрятали с экрана но программа осталась работать так мы можем сэкономить время на его повторную загрузку что мы теперь можем сделать вот теперь мы заходим в файл открыть отметки пакетов скачанный файл как раз является отметками пакетов поскольку программа запущена от имени администратора то мы сразу попадаем в учетную запись администратора вернее в ее настройки теперь чтобы закачать наш список мы предпринимаем некоторые действия выбираем файловая система home каталог пользователя user1 кем мы сейчас являемся и загрузки открыть достаточно внушительный список вот в том числе skype загружаю много достаточно программ единственное я пока не загружаю open office которого здесь как ни странно нет а используется программа libre office на которую к сожалению есть нарекания и справедливые с офисом разберемся позже также здесь вот так тогда уж раз такое дело покажу список целиком кому это достаточно важно вот это сначала и пролистаю тому кто захочет этот список так посмотреть и человек не сможет например или не захочет скачать с моей домашней страницы то есть кому интересно может таким способом весь длиннючий список список вручную потом себе отметить я просто пролистываю кому надо чтобы видели нам остается нажать применить я буду ожидать а вы долгую паузу можете пропустить потому что я ее отрежу в данный момент мы только отметили список файлов остается нажать применить чтобы подтвердить желание устанавливать размер файлов больше чем гигабайт поэтому даже на относительно быстром интернете это будет долго так что для вас это будет пауза и я вернусь туда когда дело дойдет уже до установки или она завершится насколько я помню там потребуются дополнительные действия так что в процессе установки вы их тоже увидите нажимаем применить пошла загрузка если у вас есть жесткие диски которые могут показывать температуру то вы можете захотеть запускать программу контроля температуры сразу при запуске поскольку у меня нету такого диска я птичку ставить здесь не буду вот пожалуйста выскочила подсказка что в этом случае нам нужно еще сделать заходим в меню по-моему система или где мы немножко конечно замудрили в инструментах да вот эмулятор терминала запускаем и даем вот такую команду суду ch или ch мод там везде пробелы между командами теперь u плюс s все буквы в нижнем регистре так нажимаем теперь требует пароль администратора ну что ж такого файла еще нет он появится после завершения установки после завершения установки данного пакета ну что продолжаем нажимаем вперед да мы можем попытаться повторить здесь в этом окошке ну как опять можно если оно у вас пропало щелкнуть здесь в этом окошке нажимаем стрелку вверх на клавиатуре и нажимаем enter опять не получилось обидно так сейчас проверим почему нет ладно проверим потом так так здесь от нас требуют хотим ли мы устанавливать шрифты для этого мы должны прочитать их соглашение и после этого нажать здесь мышкой так ладно пока мы спрячем это окошко разберемся потом по окончании установки идёт установка изменения применены то есть установка завершена нажимаем закрыть в нашем случае менеджер пакетов оказался удобнее для установки списка файлов так смотрим смотрим точно так же если мы захотим мы можем выбрать для установки какое-то количество пакетов которые являются набором файлов которые нам нужны и сохранить как то есть выбрать имя для файла получится аналогично как тот который открывали скачанный с моей домашней страницы что здесь ещё полезного так секундочку а вот в разделе правка можно исправить пакеты с ошибками бывает такая ситуация что в процессе установки что-то вызвало прерывание или например выключился компьютер тогда после включения можно опять запустить эту программу и выбрать этот пункт практически всегда это помогает кроме очень редких случаев будем надеяться что у нас их не будет так выходим из данной программы так если память мне не изменяет сейчас попробую нажимая стрелку вверх повторить команду если я ее правильно помню вот по завершении установки файл оказался в нужном месте и команда выполнилась что нас интересует теперь теперь нас интересует собственно установка установку я уже в следующей части продолжим а пока я с вами прощаюсь в следующей части Продолжение следует...